Скандал разгорелся в аэропорту Алматы. Работающие там бизнесмены пожаловались на новые руководства. По их словам, турецкая администрация пытается оставить отечественных бизнесменов без работы, а освободившиеся от торговой площади отдать турецким компаниям. В недавно открывшемся новом международном терминале сегодня работают только иностранцы, уверяют предприниматели. Репортаж Анары Нурдазиной. Эти предприниматели в аэропорту Алматы работают с момента его открытия. Последние годы с нетерпением ждали завершения строительства нового международного терминала. Были уверены, что перейдем туда, говорят бизнесмены. Но новый турецкий инвестор якобы отказал в предоставлении торговых площадей всем казахстанским компаниям. Сегодня в новом терминале работают только иностранцы, жалуются предприниматели. На сегодняшний день в новом терминале ни один предприниматель нашей страны не присутствует. Присутствуют иностранные граждане Турции. Закон казахстанский гласит, в первую очередь места рабочие должны быть доставлены нашим предпринимателям, потом иностранцам. Мы столкнулись с таким нечестным тендером. То есть мы принимали участие в различных тендерах, есть документы. И на сегодняшний день у нас идет угроза. Эту бизнесмодель, которую они использовали в новом терминале, они сейчас хотят использовать в старом терминале. Потерять свое рабочее место боится и Алма Алиева. Торговую точку в воздушной гавани мегаполиса женщина открыла 19 лет назад. Если новое руководство попросит освободить торговую площадь, то без работы останутся еще 23 человека, делится бизнесвомен. Эти 23 человека останутся на улице. У них ведь у всех есть семьи, которые надо кормить. Почему мы, проработав столько лет, должны уходить? Мы исправно платим налоги, которые исчисляются миллионами. Рискуют остаться без работы еще десятки предпринимателей, а вместе с ними полмиллиона работников. К разрешению данной ситуации должны подключиться правоохранительные органы, считают правозащитники. Я считаю, что стоит давать правовую оценку правоохранительным органам, антикоррупционным службам. А именно в части того, что на сегодняшний день 22 объектами на территории старого терминала управляет компания АТАРКО ЛТД на совершенно законных, подчеркиваю это слово, основаниях в рамках договора доверительного управления, который не закончив свое действие. В международном же аэропорту Алматы сообщили, что принадлежавшие физическим и юридическим лицам часть помещений пассажирского терминала решением суда были возвращены в собственность государства. А бывшие собственники должны были освободить их еще в прошлом году. Но заверили, участие в конкурсе может принять каждый желающий. По результатам электронных торгов между Акционерным обществом Международный аэропорт Алматы и Управлением государственных активов города Алматы заключен договор о передаче государственного имущества в доверительное управление без права последующего выкупа сроком на 30 лет. В связи с этим с 14 мая 2024 года помещения согласно Акту приема-передачи объекта доверительного управления управлением государственных активов города Алматы переданы в АО Международный аэропорт Алматы. В конкурсе могут принять участие все физические и юридические лица, соответствующие установленным требованиям. Предприниматели надеются добиться проведения независимого расследования в части тендеров в аэропорту Алматы и отстоять свои рабочие места, на которых они трудятся не один десяток лет. Анара Нуртазина, Осет Елембаев, Астана Таймс, Алматы.